Крестьянско-фермерское хозяйство земледелец в деревне Малая Молочная. Здесь полтора месяца назад стало возможным кататься верхом. Причем лошадь для езды можно выбрать на свой вкус, то есть той масти, какая больше нравится. Белая лошадка и черный конь породы Орловский рысак приобретены на конезаводе Медведки Сусанинского района. Гнидая породы Русский рысак крупнее остальных. Это лошади верховые. Для катания на различного рода повозках и бричках нужны другие, более спокойные. Сейчас как раз еще взяли жеребенка, помесь двух пород. Хозяин Виктор Шапарев говорит о них со знанием дела, хорошо разбираясь в породах и в качествах присущих животным. Они так вот смирные, а так вот они очень... Вот эта лошадь, допустим, если ее гнать, она пока не упадет, не остановится. Это такая предприимчивая лошадь, что ее надо хранить. Ну и вот там есть помесь. Мы купили помесь рысака и тяжеловеса. Это как бы и не тяжеловес, потому что это огромная лошадь. И как бы не рысак. У них, во-первых, психика более уравновешенная, более спокойно, они на шумы мало реагируют. И на них можно катать действительно вот на бричках. Мы вот ее взяли. Ну, планируем, если все в порядке, планируем еще одну лошадь взять, обыкновенную, просто обыкновенную, потому что есть люди, которые, они не умеют на лошадях кататься, но этих все же рискованно от них отпускать. А обыкновенная, вот, как говорят, народная лошадь, неплеменная, она привыкает быстро и как бы она ни боится. В связи с тем, что любое содержание животных требует затрат, чтобы немножко хотя бы эти затраты окупались, мы вот открыли полтора месяца назад катание, верховая язда и катание детей и взрослых на лошадях. Кроме катания верхом, хозяйство предлагает услуги сельхозназначения, например, вспашка земельных участков. И взрослые дети могут посещать хозяйство и просто покататься на лошадях. Есть, правда, и такие, что занимаются верховой ездой, как в настоящей школе. Любопытен тот факт, что интерес к лошадям больше проявляют женщины. Ничего сложного в том, чтобы сесть на лошадь и совершить прогулку верхом, нет. Правильно устроиться в седле помогут и инструктор, и специальная посадочная площадка. Набираем не большее количество людей. Ну, вот две девочки пока взяли, желающих много, но мы взяли пока две. Хоть попробовать, во-первых. Во-вторых, лошадей прикатать, ведь лошади тоже еще к этому всему не привыкшие. Ну и в-третьих, они очень сильно просили. Это очень хорошие девочки, Лиза Лякина и Озерова Аня. Они занимаются уже больше месяца, ну и думаю, что уже переходят на езду на рыси. Они любят лошадей, они приходят с удовольствием и помогут вывезти, завезти, прокатить кого-то, провести лошадь. Лошади к ним привыкли уже. У каждого животного есть документы, где указано родословное. Кроме этого, в обязательном порядке имеется ветеринарное свидетельство. Животные проходят медосмотр, у них регулярно берется на анализ кровь, по которой определяется состояние здоровья лошадей. Врачи приходят, у нас есть врач, он в летной части живет, мы его часто приглашаем. Ну и Оксана Юрьевна, вот, Альболит, вот она тоже курирует нашу конюшню. Молодец, лекарство достает нам, приезжает сюда, контролирует состояние здоровья лошадей. Если она в плохом состоянии, она будет лежать. Если лошадь в хорошем состоянии, она очень редко ложится и чувствует себя, видно сразу. Бывает, придешь, то в сене какая-то попала травинка, ей непригодно, они съели. Бывает, и что полдня аппетит пропадает, так мы их, это, погоди, ну как бы, своим методами лечим. Особое отношение именно к лошадкам у Виктора Николаевича с детства. Раньше лошадь в домашнем хозяйстве была хорошим помощником. Дети рано привыкали к тому, что рядом с ними живут четвероногие. В детстве я с лошадями дружить начал с четвертого класса, даже раньше. В четвертом классе мы уже возили копны на лошадях. Мы когда заканчивали школу, мы шли на конюшню, и нам каждому закрепляли лошадь. Мы все лето за ней ухаживали, на ней работали. Маленькими мы копны возили, потом на граблях работал на лошади, конные грабли такие есть. Ну и это до поступления института я с лошадью не слезал. То есть лошадь для меня была в то время, ну в общем, одно из необходимых общений, и я без этого не мог. Ну не только я, все, кто родился в деревне, к этому уже приживались и приспосабливались к лошадям с детства. Поэтому и сегодня как-то это все быстренько возобновилось. Я вот, наверное, лет 40-35 не сидел на лошади. Ну сидел так, но я сейчас буквально за неделю я это все восстановил, и как бы все нормально. В планах уже на ближайшую зиму катание не только на санях, но и в карете. Ее планируют приобрести. А еще открыть большую по протяженности трассу. Одна, всего лишь километровая, уже освоена. Одна трасса есть у нас, вот километровая по лесу. Планируется открыть еще одну трассу, продолжительную. Зимой, включая до Дора, это Дор, не тот, который Гавриловский, а вот у нас Дор есть. Там достопримечательности, церковь, через Контеева. И планируется этот путь проложить через стоянки, во-первых, через источники, наш знаменитый серный источник в лесу. И потом стоянки, первые стоянки жителей. Это было на территории моей земли, бывшей работой, я в Поповке. Это вот на Костроме. Вот эти места я знаю. И в дальнейшем на Контеева. Это у нас хорошая церковь, мы знаем это. И дальше, и потом обратно. Вот такой длинный маршрут с этими достопримечательностями Буйского района. Как говорят доктора, общение с лошадьми – это и радость, и профилактика, и лечение многих недугов. Если встреча с таким четвероногим придется кому-то по душе, то он уже не сможет расстаться с этим красивым, умным, чуточку пугливым, но добрым и преданным другом. Рекомендовать кому приходить сюда. Ну, я, по крайней мере, знаю прекрасно, что испокон веков лошадь была источником излечения человека от всяких недугов. И, по-моему, в 20 веке только признали, что лечение лошадью существует многих болезней. Я их не буду, конечно, называть, но это сложно, но обратно скажу, что, по-моему, эта терапия называется ипотерапия. Лечение верховой ездой. И не случайно же, вот у нас был хирург Александр Леонидович Тихомиров. Это был замечательный врач. И вот он даже в Баранове разводил лошадей для того, чтобы назначать лечение детям, особенно, которые больны церебральным параллельщином детским. Они лечат, во-первых, это физическое состояние. Человек, когда сидит на лошади, вот примерно такое соотношение. Ехать на лошади – это что? Идти спортивным шагом. У нас вот коротко выходят спортивным шагом. А вот езда, спокойная езда на лошади – приравниваться к этому. То есть работа мышц такая же. Нагрузка. И оголок – приравниваться к бегу. И получается, что на лошади, когда едешь верхом спокойно, ты как будто идешь спортивным шагом. Но при этом у тебя не нагружен позвоночник. Не нагружены опорные кости. То есть мышцы работают, развиваются, тазобедренные мышцы развиваются, а нагрузки великой ты не испытываешь на суставы. Значит, это полезнее даже, чем ходьба и чем бег. Ну, что касается… Вот я, допустим, знаю прекрасно, что… Ну, это можно посмотреть в интернете, вы тоже, и я знаю. Ну, у кого есть лишний вес – пожалуйста. Это такая нагрузочка. У кого есть сердечное заболевание, кроме… Вот я знаю, что нельзя заниматься, ездить на лошади, у кого гипертония, потому что давление может прыгать при стряске. И у кого тромб есть. Подразумевается, что где-то есть тромб. Вот этих двух направлениях нельзя на лошадь садиться. А у остальных улучшается… Во-первых, ускоряется кровоток при движении на лошади, а значит, поступление крови в организме. Дальше я знаю, что нервная система, все виды, связанные с нервной системой заболевания, они не то что лечатся, они сопутствуют лечению этих заболеваний, включая шизофрении даже. Желудочно-кишечный тракт. Я знаю прекрасно, что езда на лошади дает возможность нормализовать работу кишечника. Это… Панацея. Панацея, да. Значит, прекрасно знаю, что вот если девушки кто-то там ездят, осанка выправляется. Там нельзя ездить вот так. Там надо ехать аккуратно, прямо. И когда человек привыкает к езде на лошади, у него уже и в жизни осанка остается такой, какая в седле. Прямая, красивая, распрямленные, раскрытые плечи. Ну, я могу называть море этих достоинств и сопутствующих, значит, показателей для лечения болезней. Легче сказать, кому нельзя. Вот я нельзя сказал сердечное заболевание, вот это тромб и гипертония. Нельзя заниматься при воспалении простаты, при воспалении почек и если воспаление суставов. Не заболевание суставов, а воспаление, когда идет процесс воспаления. Во всех остальных случаях заниматься верховой ездой полезно. Ну, и не говоря уже о том, какое эмоциональное удовлетворение получает человек. Вот, представляете, с таким красивым, умным животным. Она умное животное. И когда пообщается человек, она вот не скажет, как собака, не покажет хвостиком. Но она понимает больше, чем, наверное, собака и чувства человека. Ну, и кроме того, ведь мы вот о детях говорим. Сегодня в бою много секций. Но кому-то, может, не нравятся те, которые существуют. Значит, кто-то любит лошадей. Это дает возможность им отвлечься от негативных, каких-то своих негативного поведения на улицах. Мы зачастую знаем, что молодежь до 16 лет уже алкоголем балуется. И сигаретами, и наркоманией. Фу-фу, не дай бог. Но вот это все отвлекает, естественно. Ну, и взрослые, они приезжают. Такие заботы у нас сейчас, такая нагрузка в быту и на работе. Вот, чтобы отдохнуть и нервную систему успокоить, это, наверное, одно из лучших способов. Это верховая езда. Поэтому лошадь – это красивое, умное и полезное животное. Уважаемые боевляния, организовав содержание лошадей, мы это делали для того, чтобы любой желающий из боя мог приехать на короткое расстояние и пообщаться с животным, включая детей и взрослых. Поэтому мы вас приглашаем покататься, самим поездить, детей покатать, к нам на прокат лошадей. Наш адрес, если говорить о полном адресе, это Буйский район, деревня Малая Молочная, местечкообъездной проезд, дом 6. Ну, бывший химзаводской свинарник, если проще. Телефон 920-647-03-44. Звоните, записывайтесь, и мы вас будем и прокатим, и ждем вас.